итак всем привет дорогие друзья сегодня будет обзор на золотой ппш в ghost of war я наконец-то все-таки его получил заходим в коллекции я очень долго ждал этого момента нажимаю получить но перед этим я хочу продать ненужные карточки которые мне выпали так целых 4 этих так ну и вот кажется это была последняя да ну что ж получается заходим в инвентарь можно сказать и где же вот за кадром я его сейчас улучшу но я его улучшу не полностью конечно же но ладно сейчас попробую посмотреть какой для него будет лучше камуфляж не вот это нравится но у меня точно не хватит на него денег никогда я попробую накопить на вот этот вот получается монеты такие вот черепа можно сказать у меня их скоро будет достаточно чтобы его купить а так больше по моему на камуфляже и достойных нету так получаем награду ну и в бой наверное вот у меня уже бой загрузился и вот наконец-то теперь меня есть золотой по кэшам и по моему единственный минус у этой игры это то что она немного подлагает когда мало процентов для ты крыса надо опять же бот и немножечко лагает как бы вот так вот Так уж... Вот и бот. Или этот просто нуб какой-то... Так, ждём, пока хп само восстанавливается. Тут в этой игре есть такая возможность. Чё, выражение здорово. Крыса, блин. Так. Автомат просто замечательный, по-моему. Хорошая замена для ППШ получается обычного, который с магазином, по-моему, на 34 патрон. Тут у него в одной обойме 71 патрон. Давненько я в эту игру не играл, а вот удалил, потому что мало места было на телефоне. А теперь мне пора, по-моему, свалить. Но игра сильно изменилась, графика стала намного лучше. Ну ладно, я его почти что завалил. Вот графика стала получше. Я за это время несколько оружий, кстати, выбил. У меня единственный ролик был по этой игре. Это, получается, про коды. Они уже не работают. Не помню, есть ли у меня этот ролик ещё на канале, или он куда-то делся. Давненько было... Опа. А тут кредиты дают за то, что ты в голову попал. Окей. Я вот обожаю эту нычку. Я её покажу в следующем видео. Она так и будет называться. Нычки в Ghost of War. Это одна из моих любимых игр. Сейчас такое плохое событие проходит, типа, ну... Теперь, короче... Все эти... Ключи за золото... Ну и я примерно штук 12 уже ключей накопил в прошлый раз. Кто знает эту игру, можете скачать. Короче, там можно умножать контейнеры. То есть, можно обычный контейнер открыть, а можно, к примеру, двойной. К примеру, у тебя есть два ключа, ты его раз и смешал. Получился двойной контейнер. Так вот, я восьмерной, можно сказать так, контейнер открыл. И представляете, ничего нового. Все карточки старые. И вот это сейчас я открыл, можно сказать, двенадцатерной контейнер. Жалко, что я на этот раз не записал, как я его открывал. Чисто для себя бы сохранил это видео. Ну вот, мы победили, получается. По убийствам и вообще по всему у нас мы лучшие. Но кроме по смертям я вот у меня немного лагаю, поэтому пять смертей за бой. Ладно. Ну, это оружие хорошее, ботов нагибает. И не только ботов. И донатеров. Я очень мало встречаю именно игроков русских в этой игре. Пишите в комментариях, кто играет в эту игру. Может, возможно, поиграем вместе. И еще. Очень важная такая новость. Скоро я выпущу Лего Советско-финская война. Сюжет такую рассказывать не буду. Опа. Далее получается ключ. И что? Подлагала немного. Опа. Я вот делал Отто Фрая. Но это я получил, получается, немецкого солдата. Хотел посмотреть, как он выглядит с ППШ. Я, наверное, лучше советского солдата и поставлю. Пусть так и будет. Жалко, вот на камуфляж не хватает денег. Я вот недавно, кстати, револьвер Нагана получил. Его я оборудую. Что ж, на этом обзор подходит к концу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok